Реализовать себя, принести пользу своим творчеством, а также вдохновить других, к этому призывают наши сегодняшние гости. О том, как лоскутный каворкинг может изменить жизнь, будем сегодня разговаривать с руководителем клуба лоскутного шитья Волошки Татьяной Кузнецовой, а также художественным руководителем клуба Ольгой Матусевич. Доброе утро! Доброе утро, девушка! Ярко поролить в студии, прям очень весело. Получается, сидит дома у себя девушка, скучает, не знает, чем заняться, и тут на помощь приходите вы, да? Можно сказать и так. Хорошо. Для кого этот клуб? Для кого этот каворкинг? Татьяна, давайте с вас. Давайте. Я хочу рассказать про наш лоскутный клуб Волошки. Мы совсем недавно придумали себе такое название, долго выбирали, хотели, чтобы это был и национальный колорит, и чтобы как-то женское что-то звучало. И хотя мы все живем в Беларуси, оказывается, это слово, оно далеко не все понимают, что это значит. Что-то означает, да, кстати. Васильки. Васильки, то, что очень близко женщинам, и нам понравилось это название. Васильки-цветы именно в Волошке. Да, 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 цветы, вот. Поэтому мы решили так назваться. И вообще, в принципе, мы существуем уже очень давно. Такой женский клуб разного возраста женщины. Мы занимаемся лоскутным шитьем. Это наше любимое занятие. Совсем не обязательно это девушки. Это могут быть и бабушки. Это могут быть кто угодно. Это могут быть даже мужчины, если... Да, если... Пускайте к себе, да, свои обидели. Пускаем всех. К сожалению, пока еще нету тех, кто вот шил бы. Но те, кто нам активно помогают, это родные, близкие, мужья, сыновья. Это все с нами. И поэтому мы, в принципе, открыты. И приглашаем всех, у кого есть интерес к этому делу, кому это нравится. Потому что лоскутное шитье – это не только бабушкино одеяло, которое сразу вот говоришь «лоскутное шитье». Мы как раз хотели поинтересоваться. Потому что, я вот думаю, нашим телезрителям интересно, с чем вы сегодня к нам пришли. Так, чтобы мы сразу понимали, что же это все-таки такое. Поднимаете, показываете на камеру. Да, потому что интересно много ведь все. Вот возле меня, вот близко мне, ребят, хочу показать сразу. Смотрите. Я не могла понять, что это такое. Вот сейчас наши покажут операторы. Красивая какая вышивка. А это, оказывается, текстильная открытка. Видите? Мало того, что вот своими ручками сделано, так еще какая кропотливая работа. Как-то красиво выглядит. Еще и подписать можно. Потрясающе просто. Да, лоскутное шитье современное – это разные вещи. Вот мы принесли тут чисто такие утилитарные вещи, которые всегда пригодятся в хозяйстве, являются хорошими подарками. Вот такой клатч в национальной колористике. Просто восхитительный. Сюда можно положить паспорт, дорожный органайзер, все документы и так далее. Или вот две косметички, как хотите называйте. Кто-то может сюда даже… Это же не лоскутное шитье. Это лоскутное шитье. Да, это тоже лоскутное шитье. Да, это тоже лоскутное шитье. Это все лоскутное шитье. Да, секунду поближе мы покажем сейчас, чтобы он наконец понял, что шитье лоскутное у нас. Вот такие прихваточки под горячее, под чашечку ставить. Слушайте, а как много времени уходит на что-то подобное? Вот на маленькую, например, на какую-то деталь? Вот на прихваточку такую, подставочку? Ольга, да, вот рядышком с вами подставочки. Сколько? Ольга, как много времени уходит? Вы знаете, все, конечно, зависит от того, насколько мастерица долго занимается лоскутным шитьем. А научиться легко, быстро? Научиться лоскутному шитью очень легко. Дело в том, что сейчас такое динамичное время, все очень быстро. И, конечно, лоскут – это один из видов прикладного творчества, который действительно очень дает быстрый результат. Потому что вот такие прихваточки, небольшое панно, которые участвовали, кстати, в нескольких выставках у нас. Ничего себе потрясающе. Подержите немножко, чтобы зрители могли увидеть. Они шьются недолго. То есть это очень быстрый вид рукоделия, очень яркий, очень красочный. Но они размеров небольшие. А вот если вот большое? Они, конечно, яркие, красочные, но размер-то какой, я вам скажу. А это у нас одеяло или что это? Вы знаете, что это выставочный формат работ, который принят во всем мире. Формат 180. То есть если их разложить, это будут достаточно приличные вещи в виде панно текстильных, текстильных панно. Их даже, может быть, лоскутом не назовешь. Почему? Потому что много техник используется. И вышивка дополняется, и аппликация, и, естественно, все, что связано с лоскутками. То есть вот такие вот они большие. То есть это говорит о том, что вы участвуете и в международных форумах, фестивалях, выставках, проектах. Да, да. Слушайте, но прежде чем мы об этом поговорим, я вот хотела сказать, многие ведь ходят в подобные студии для себя, да, занимаются. А у вас даже есть какой-то специальный проект, чтобы другим помогать. Трикотажные куплеты. Это что такое? Это проект родился три года назад. В Гродно проводился фестиваль лоскутного шитья на базе Центра народного творчества. И там по завершении фестиваля нам в качестве призов один из магазинов гродненских подарили куски тканей трикотажных. Они были такие красивые. В принципе, их надо было разрезать на полоски и раздать каждому как приз. Но мы решили их не разрезать, там были просто великолепные такие куски. И тут же спонтанно, уже в такой неформальной обстановке у нас родилась идея, вместе с латышскими лоскутницами они у нас были в качестве участников и гостей. И мы решили сшить коллекцию текстильных панно, которые потом было решено попробовать реализовать или же подарить в детские учреждения. Ну, а если получится реализовать, вот сейчас мы занимаемся этим в рождественские дни, то мы эти средства будем перечислять, сейчас мы работаем с несколькими фондами, будем перечислять сразу на лечение больных детей. Это еще и благородная цель. Ну, мы стараемся все совместить, чтобы это была польза не только душевная, но и материальная какая-то помощь обществу. Поэтому вот 23 работы подобных, вот размером 100 на 80, сейчас у нас в коллекции она называется трикотажные куплеты, и мы стараемся, так сказать, приземлить этот проект, завершить его, потому что ткани были трикотажные, работы все разные, сюжет диктовал исключительно набивка, принт самой ткани, поэтому работы все абсолютно разные. И мы, конечно, будем рады любому предложению, если кто-то откликнется и захочет посмотреть, приобрести, потому что там есть такая направленность, и детская, есть и просто красивые вещи. Они украсят любой дом, особенно загородный, там великолепно все это смотрят. А самое главное, какой объем работы, послушайте, ну мы желаем вам, конечно же, удачи и процветания, чтобы в 2018 году все ваши исполнились мечты, и проекты все ваши реализовали, и спасибо большое вот за такой цвет прекрасный у нас здесь студии в прямом эфире. Спасибо огромное, друзья. Я напоминаю, что этим утром у нас в гостях побывали руководитель клуба лоскутного шития Волошки Татьяна Кузнецова, а также художественный руководитель клуба Ольга Матусевич, спасибо еще раз. Спасибо. Волошка ты. Волошка я, Волошка. Василек. Вот так вот.